Иное измерение русской культуры Михаил Илларионович Михайлов Адам Адамыч Повесть Посвящается Ивану Сергеевичу Тургеневу Читает Евгений Бразов-Дружковский Эпиграфы А уж я был в Аркадии сборен Шилер Здесь патриарные дни не были патриарные фейлы Байрон Что-то букалического много, что-то брянам пахнет Гоголь Глава первая Розовые персты Авроры приподнимали медленно завесу ночи И приятный предутренний сумрак держал еще в своих объятиях едва пробуждавшуюся природу Уездный городок Забубеньев спал сладко и крепко от восточного своего края до западного Само собой разумеется, что так же крепко и сладко почивал дом помещика и бывшего уездного предводителя Господина Жилнобобова, стоявший на одной из Забубеньевских улиц Все покоилось в этом доме От самого хозяина Максима Петровича до юнейшего из его детищ Гонюшки И от дворецкого Макарыча до малолетнего казачка Алешки Но и в новейшие времена, как бывало и во дни отдаленной древности Любители природы не пропускаются лучше насладиться созерцанием раннего восхода летнего солнца Потому нисколько неудивительно, что в доме господина Жилнобобова В одной из уютных комнаток на антресулях Оказалось некоторое движение в такую раннюю пору Кровать, стоявшая в углу означенной комнатки, скрипнула Тканевое одеяло откинулось Из-под него в одно мгновение ока возникла фигура Да то ли скрывавшаяся, как будто бы под спудом Хотя в комнатке было еще довольно темно Однако все же можно было различить На стуле у самой кровати Некоторые главные статьи утреннего мужского туалета Воспрянувшая от сна фигура простерла руки к стулу Потянула с него помянутые статьи И поспешила воспользоваться ими В несколько секунд наряд, достойный времен букалических Превратился в одеяние более цивилизованное И фигура оказалась в сапогах и брюках Солнце не замедлило появиться И обрадовать своего записного поклонника При первом матовом свете утром Уже довольно ясно обозначился восставший от сна человек Чтобы не томить более многоуважаемого мною читателя Я вменяю себе в обязанность объявить ему Что сей любитель природы Столь рано покидающий сладостные объятия морфея Был никто иной, как сам достолюбезный герой Моей правдивой повести Адам Адамыч Наставник юношества вообще И детей Максима Петровича Желнобобова В особенности Наконец Дневное светило осияло вполне особо достойного мужа И ярко вырезался на серой стене Гетовский профиль Адама Адамыча Сходство с портретом Гетты в преклонных летах Было так велико в лице моего героя Что живи он в Беймаре в то время Как обитал там и корифей новейшей поэзии Нет сомнения, многие затруднялись бы Отличить их друг от друга Волосы с проседью Также зачесаны Или, лучше сказать, взъерошены Кверху Нос с таким же орлиным погибом Такое же олимпийское чело Только глаза Адама Адамыча Не могли идти в сравнении с глазами Гетты Ибо были не в пример больше На прикрытие их в известных случаях Требовался очень значительный объем век И веки у Адама Адамыча Сбирались в неисчислимом множестве морщин Под густыми и широкими бровями Хотя и говорится в сказках Что они только скоро сказываются Дело же не так-то скоро делается Однако в настоящем случае Изречение это не имеет ни малейшего применения К действительности Вероятно, гораздо прежде Чем я успел рассказать Восстание Адама Адамыча от сна Герой мой приблизился уже к умывальнику Омыл животворную влагою свой лик И окончил даже одно из высочайших Своих наслаждений Чистку зубов Мгновенно исчезла немалая доля Нюхательного табаку из коробочки Стоявшей около умывальника Отправляясь в ворот И за почтенные щеки немца Лавочник, продовольствовавший Адама Адамыча этим продуктом Всегда удивлялся, куда так скоро Выходит у него табак И всякий раз Адам Адамыч говорил ему Что берет табак не для нюханья И что нюхать табак Привычка нехорошая И немало не возвышающая Человеческого достоинства Но что напротив Главная польза от этого благородного растения Укрепление десен И убеление зубов Чему мимоходом сказать Лавочник вовсе не верил Решившись последовать за Адамом Адамычем Во всех, даже малейших его действиях В настоящий день Мы должны сказать, что тотчас После описанного процесса Употребления нюхательного табаку Наставник подростков Господина Жолнобобова Выпил полный графин Чистейшей воды Повязал на шею Черный платок Обернутый на неизмеримо широком Подгалстучнике Надел на свою Не слишком объемистую Но и не совсем мизерную фигуру Глухой серенький Казинетовый жилет И, наконец, завершил свой туалет Сюртуком табачного цвета Когда все это привидение фигуры Своей вдостадужное убранство Было окончено почтенным наставником Он открыл одно из двух окон Своей комнаты Глядевших на двор И приятно вдохнул в себя Свежий И несколько холодный воздух утром Солнце продолжало смотреть С привычной улыбкой На своего верного обожателя Адам Адамыч закрыл Обширными веками Не менее обширные глаза И привел свой нос В сношение с солнцем Он встал так против окошка Что лучи яркого светила Падали ему прямо в лицо И приятно щекотали ноздри Вдруг Вся благородная физиономия Адама Адамыча Начала искажаться Самыми странными гримасами Нос сморщился Губы полуоткрылись И вытянулись вперед И в лице почтенного немца Утратилось всякое сходство С портретом немецкого сочинителя Гетте в преклонных летах Вслед за этими мгновенными Извинениями физиономии Адама Адамыча Последовал ужасный звук От которого дрогнули Как от пистолетного выстрела Рамы оконниц Затем черты немца Пришли снова В совершенную гармонию И полный покой Он вынул из кармана Тщательно сложенный В виде тетрадки Пестрый бумажный платок Высморкался В самый незаметный Кончик его Дал платку Снова первоначальную форму И уложил его опять В боковой карман Табачного сюртука При этом Приятная улыбка Зарила ему уста И он прошептал Святухтич генеист Словно по обычному звуку Вслед за звуком Изданным носом Адама Адамыча В товариществе С его же Адама Адамычем Гортанью Из-под тканей Скрывавших От постороннего зрителя Разные домашние предметы Таившиеся под кроватью Выхвинула Косматая голова Пальмы Верной собаки Адама Адамыча Так как Должное почтение Было уже отдано Проснувшейся природе И окончен Дневной туалет То почтенный немец Не счел Предосудительным Обратить свое Драгоценное внимание На показавшееся Из-под кровати Животное Лежавшая Датолия В совершенном Спокойстве Собака Увидев Обращенные На нее взоры Тряхнула ушами И забила По одной из ножек Кровати Своим чувствительным Хвостом Адам Адамыч Улыбнулся И позвал ее К себе Вылезшая Из своего Приюта Собака Была Как показывает И самое имя Ее Женского пола Это впрочем Не мешало ей Нисколько Не отличаться Красотой Почтенный Владелец Пальмы Считал ее Пуделем Но Беспристрастный Зритель Не мог бы Согласиться В этом случае Со всегда Правдивым Адамом Адамычем Белая Шерсть Пальмы Давала Знать о себе Только Длинными Космами На широких Ушах Скудным Клочком На самом Конце Хвоста Да Густыми Бровями Которые Как щетки Торчали Торчали показания такого человека, как Адам Адамыч, автор не может согласиться с ним и в том мнении, что пальма оттого только утратила первобытный образ пуделя, что линяет. Простим герою нашему небольшую слабость к преданному животному. Желая оправдать не совсем поражающей красотой вид своего друга, он круглый год и летом, и зимой, и весной, и осенью говорил «Пудель только линяет». Если мы примем за истину это мнение Адама Адамыча, то ни в каком случае не дерзнем приписать постоянной линючести верного пса его тонкие ноги и звонкие бока. Пальма досталась Адаму Адамычу от одного господина, который купил ее в Москве за кобелишку молодых лет, и был очень неприятно изумлен, когда кухарка вдруг донесла ему, что кобелишка, возраставший на лоне тишины и спокойствия, в кухне в одно прекрасное утро ощенился. Раздраженный такой несостоятельностью кобелишке, хозяин его подарил Адаму Адамычу, не оправдавшую надежду собаку, и рекомендовал ему переименовать ее из мужского имени Бральяшка в более приличное женскому ее полу имя. Вследствие всего вышеописанного собака получила поэтическое имя Пальмы, хотя стройностью после тяжких родов походила не на какое-либо дерево в особенности, а на коряжник вообще. Тем не менее, несмотря на совершенное исчезновение красот Пальмы, Адам Адамыч питал сильную к ней привязанность. И в то раннее утро, описанием которого мы занимаемся, вся нежность его обратилась на юлившую сладостным образом у ног его собаку. Он принялся протирать ей глаза ее же собственными ушами, щекотал ей под брюхом ногой, называл приятными ласкательными именами и, наконец, утомившись и порядком пропотев, выпроводил ее хераус на вольный воздух. Выпустив собаку на двор, где еще не было ни малейшего движения, Адам Адамыч возвратился в свою серенькую комнатку и обратился к ветхозаветной родовой серебряной луковице, чтобы узнать состояние времени. Луковица, которую Адам Адамыч считал непогрешительнейшую из всех хронометров, когда-либо существовавших и ныне существующих, возвестила ему, что только пятый час в исходе. Веруя вполне в достоверность этого показания, ибо ход таких часов, не стесненный новейшим искусством в тесные и плоские границы, не мог сбиваться с толку, достопочтенный наставник юношества решился обратиться к двум обычным усладителям своих утренних часов трубки и чтению. Бережно сняв с гвоздика глубокую фарфоровую трубку с оловянным отливом и волосяным гибким чубучком, любезный герой мой бросил самый любезный взгляд на вид Магдебурга, изображенный на фарфоре трубки, весьма приятную и смелую кистью и тотчас наполнил ее крепким саксонским табаком, известным также в области курильщиков под названием Сам Кроше. Адам Адамыч точно занимался в часы досуга Сам Крошением табаку, который покупался им в Брестах. Для большего вкуса к нему доставлялись казачком Алешкой все окурки сигар, истребляемых гостями господина Желнобобова, и Адам Адамыч удобрял этими окурками свое зелье, просушив их предварительно на солнце и искрошив мелко-намелко. Наложив трубку, вырубив огня, ибо спички считал непозволительную прихотью, и пустив к потолку струйку самого серого дыму, Адам Адамыч стал у отворенного окна и взял книгу. Книга это была чувствительный роман одного чувствительного немецкого сочинителя, единственный бывший у Адама Адамыча роман, которого он никогда не мог в сытости начитаться. По мере различных мечтаний, возбуждаемых как чтением романа, так и приятным, хотя отчасти однообразным храпом в отливе трубки, по мере различных мечтаний, говорю я, и самые черты лица чувствительного немца принимали выражение все более и более сладостное. Такое направление физиономии Адама Адамыча, по всей вероятности, можно было приписать тому, что роман, перечитываемый им в неизвестно который, но верно, ни одной и ни двумя цифрами, выражаемый раз, приближался к развязке. А уж известно всем и каждому, что хороший роман окончится иначе, не может, как внеся самые приятные и сладостные ощущения в сердце читателя. По лицу Адама Адамыча, по постоянному повышению его бровей, по недосягаемой ясности чела, на котором разгладились все до единой морщины, видно было, что козни злодеев наконец обнаружены, добродетельные люди выбились из-под гониота бедственных обстоятельств и из сетей коварных ухищрений порока, и скоро уже явятся пастор и нотариус и обвенчаются, и всласть заживут добродетельные любовники, претерпевшие столько бедствий. Искусанный черный костяной мундштучок трубки, из которой перестал уже вылетать дымок, все крепче и крепче ущемлялся зубами Адама Адамыча на левой стороне его рта, и с правой же части его уст, обращенные к окну, вылетали ежеминутно и тому подобное восклицание поощрительного свойства. Наконец, когда роман был кончен, Адам Адамович, отложив книгу в сторону, но все еще находясь под влиянием обаятельных страниц, пыхал минут с пять из давно погашей трубки и созерцал природу, или, правильнее, большой двор, по которому рыскала пальма и тщательно обнюхивала все места, имевшие какое-либо сходство со стеной или возвышением. На дворе только теперь начиналось некоторое движение. Кучер Иван отправился с сенницы сначала в каретник, потом в конюшню, в кухне и застольной загомозились, и Адам Адамович рассудил позвать к себе на антресоле свою верную сучку, дабы не избаловали не я на дворе и не искусили ее верность приманчивыми кусками чего-нибудь съедобного. Зазвав к себе и уложив пальму на обычное место ее под кровать, которая самим Адамом Адамовичем была прибрана и прикрыта тканьевым одеялом, он принялся за важное дело. С благоговением отпер он небольшую шкатулку, помещавшуюся на его письменном столе, довольно убогом и не очень пространном, и вынул из этой шкатулки толстую тетрадь в четверку. Он очинил перо, обдул тетрадку, бережно развернул ее на письменном столе и принялся писать тихо и с любовью, выводя каждую букву. Адам Адамович был удивительный каллиграф. Даже отметки, которые делал он в книжечке, подававшейся ежедневно по вечерам господину Жилнабову и заключавшей отчет об успехах его чад, даже отметки эти могли бы служить превосходными прописями. Но здесь, в этой тетрадке, которая заботливо хранилась в шкатулке и не могла никак идти в сравнение с журналом об успехах детей, почерк руки Адама Адамовича достигал высочайшей степени изящества. Остроконечные немецкие буквы ложились на бумагу такими ровными городками. Придавки были так отчетливы, что душа радовалась, смотря на веленивую бумагу, расписанную так узорочно и красиво. Но далеко не так интересно при всей своей красоте была внешняя сторона тетрадки как внутренняя, то есть самое содержание. Каждый день, в означенный утренний час, Адам Адамович садился к своему письменному столику, развертывал заветную книгу и вписывал в нее все, что случалось с ним накануне. Аккуратно были занесены в дневник Адама Адамовича все прожитые им дни. По нему могли бы вы проследить всю его жизнь за двадцать лет. Если даже ничего особенного не случалось, то день означался цифрой и прибавлялось ничего достопримечательного. Долго писал в настоящий раз Адам Адамович и остановился только на несколько минут, чтобы наложить себе еще трубочку и зажечь ее посредством зажигательного стекла, не расходуя понапрасну трута, ибо солнце как раз напрашивалось запалить ему трубку своими огненными лучами. Трубка догорела дотла. Только отлив издавал по временам отрывистые звуки, а почтенный наставник все еще писал. А между тем вечно бегущее колесо времени не останавливалось, и кривая стрелка серебряной луковицы указывала уже на римскую цифру семь. Забубеньев, не отступая от благословенных нравов, воцарившихся в нем с незапамятных времен, и привыкнув подыматься испокон века пораньше, давно уже кипел самую живую жизнью в лице своих почтенных и смирных обывателей. В доме господина жил Набобова. Жизнь эта проявилась в особенности в шуме чашек, ложек и прочего чайного скарба. Адам Адамыч кончил свою летопись, и в ту самую минуту, как запирал заветную тетрадку в шкатулку, дверь полуотворилась. Пальма не показала ни малейшего вида неудовольствия, когда в комнату вошел мальчишка в замасленном сюртучке, застегнутом доверху на крючках и украшенным маленьким стоячим воротником, из-за которого объединилась голая шея немного побелее сапожного голенища. Мальчишка беспрестанно подергивался и фыркал, причем его нос, чрезвычайно похожий на пуговицу, совершенно сморщивался. — Пожалуйтись чай кушать, — проговорил он, поправляя что-то обеими руками у себя на бедрах. — Зайчас, — отвечал Адам Адамыч, подходя к маленькому круглому зеркальцу на ножке, приютившемуся на огне. — Адам Адамыч, — вкратчиво произнес тот мальчишка, известный во всем Забубеньеве под фирмой жилнобобовского казачка Алешки. — Адам Адамыч, — прибавил он снова, сдерживая глупую улыбку. — Ну? — спросил наш герой, не оборачиваясь и застегивая перед зеркальцем наглухо свой табачный сюртучок. — Пожалуйте, грошекс. Адам Адам Адамыч быстро обернулся. — Ах, ду швайм мигель ду! — проговорил он с сердцем. — Знова я должен буду сказывать, что Максим Петрович! — Не скажете, садам Адам Адам Адамыч! — спокойно возразил мальчишка, копая у себя в ухе грязным пальцем и ухмыляясь. — Снова не умевал в себе! — сказал Адам Адам Адамыч, озирая с ног до головы казачка и стараясь, по-видимому, замять неприятный спор. — Вот же Бог! Не скажетесь! — не отставал Алешка. — И Макарович скажу! — воскликнул наставник, делая, впрочем, усилия, чтобы не улыбнуться. — Не скажетесь, Адам Адамыч! Пра! Не скажете! Вы ведь добренький такой-с! А грошек дадитесь! Чувствительное сердце Адама Адамыча начало смягчаться, и он сказал более ласковым тоном — Ну, пошел! Зиводна нет позле! Алешка подскочил петухом к почтенному немцу и схватил его за руку. — Что ты хочешь? — спросил Адам Адамыч. — Ручку пожалуйтись! — сказал мальчишка, обтирая свой нос об руку Адама Адамыча. Неприятное чувство пробежало по всем нервам наставника, юноши и отроков, когда Алешка прикоснулся к его руке. — Оставь! — сказал он с неудовольствием. — Иди в мой зебе лицо, или я не давать ничего! Алешка ухмыльнулся. Как видно, он более сомневался в чистоте намерения Адама Адамыча, чем в опрятности своей собственной особы. — Что же, чай-то кушать? — сказал он, желая в свою очередь отклонить разговор о своей личности. — Ну, иди! — проговорил Адам Адамыч, отворил дверь, выпустил казачка и сам последовал за ним по узенькой лесенке вниз, заперши предварительно дверь свою на ключ. Внизу в Лакейской куда выходила лестница от Адама Адамыча сердце его должно было поразиться чувствами жалости и соболезнования. Только что казачок просунулся в Лакейскую и следом за ним вошел туда Адам Адамыч, огромная жилистая рука ухватила за вихор Алешку. — Ты что проклажаешься негодный? — А? — говорил высокий Лакей лет сорока пяти с самым свирепым лицом. — Ты что, а? Она жита, а? Не чистил, не чистил канавия. Вот постой, постой, вот я тебя на конюшне выпарю, спишь все, а? И рожи-то всплеснуть не успел. Ах, ты повеса этакий, ишь, глаза отогноятся. — Постой, вот помяни мое слово, на конюшну сведу, что у тебя штаны-то ползут, а? Опять крючки оборвал? Алешка глухо стонал, не смея взбыть под грозными лапами и увещаниями Макарыча. Тронутый до глубины души истязаниями несчастного, Адам Адамыч обратился умоляющим тоном к соберепу Малакею. — Оставь ты, Макарыч, довольно, он бил у меня. — Нельзя с ними иначе поступать, Адам Адам Адамыч, отвечал Макарыч, даруя свободу Алешке. — Такой уж народец, раз потокнешь, беда, все вверх торма пойдет. Рыло-то ведь сам не умоет, Адам Адам Адамыч, вы только посмотрите, что за поведенц у мерзавца, весь в пуху, весь в сальще. — Вот, сказал Адам Адам Адамыч, обращаясь к битому Алешке, я тоже говорил, лицо умевает должно. — Так вы говорили, Адам 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 воскликнул Макарыч, накидываясь с новым бешенством на злополучную победную голову Алешки, а ты наперекор каналья, тебе говорят, а ты мимоуха пропущаешь, шельма ты этакая шальная, право, шельма, приговаривал он, качая казачка за вихор сбоку на бок. — Оставь ты, Макарыч, повторил опять благородный немец, обуянный милосердием, он не будет снова так поступать. Алешка и стонать уж перестал. Он был бел, как веленевая бумага, и слезы градом катились ему на грудь. Макарыч на силу удовольствовался, дал, впрочем, казачку еще порядочного лизуна по затылку и сказал «Пошел, бестия, ножи чистить!» С чувством глубокой радости, что сыграл доблестную роль миротворца, перешел Адам Адамович коридор и буфетную и очутился в чайной комнате лицом к лицу с двумя особыми, занимавшими в доме место хозяев. На круглом столе, помещавшемся посреди комнаты, отчаянно кипел большой самовар, и пар от него подымался трубой к самому потолку. Особо женского пола, летами немного за тридцать, с черными, как сажа, волосами, собранными на затылке под маленькую роговую гребенку, и с бойкими, моложавыми чертами лица, расставляла на подносе огромное количество чашек разного калибра. Вокруг стола находилось больше дюжины стульев, и между ними возвышалось одно кресло довольно древнего фасона. На этом кресле восседал сам сыновитый хозяин дома, Максим Петрович Желнобобов. Широкий халат из какой-то азиатской материи с лихим глянцем обликал его низенькую и коренастую фигуру. На голове у него красовалась вязаная ермолка с кисточкой вроде цветка трелисника. Ермолка эта служила не столько для согревания головы, сколько для скрытия от посторонних глаз совершенно голого и неприязненно лоснящегося черепа, в другое время таившегося под париком. Черты лица у Максима Петровича казалось находились в самых враждебных между собою отношениях. Левая бровь никак не хотела стоять на рамне с правой и горделиво подымалась дюймом выше. Глаза как-то неродственно расходились иногда в своих взглядах на вещи. Нос неприязненно и насмешливо смотрел на нижнюю губу, как бы желая клюнуть и уязвить ее. Нижняя губа со своей стороны немало не унывала и в ущерб своей верхней сестре, которую, так сказать, совершенно затирала в грязь, гордо лезла к носу и показывала вид, что нисколько не боится его угроз. Довольно обширный подбородок господина Желнобобова, украшенный перелеском сероватых волос и обнаженная его шея обраблялись воротником красной рубашки, не кумачной, какой-нибудь настоящей, шелковой, без малейшей примеси, шерсти или бумаги. На ногах Максима Петровича надеты были красные казанские ичиги, которые ярко сияли новизной, когда владелец их мерно покачивал ножкой. Собеседница господина Желнобобова была одета тоже под пару к нему очень благопристойно и щеголеватым. Полосатая тофтяная блуза обнимала ее полный стан, врезываясь поясом в то мягкое место, где у иных бывает талия. Хотя талии и не было у этой привлекательной и милой особы, однако, тем не менее, она была очень стройна и походила как две капли воды и ростом и дородством на одно историческое лицо, а именно на Бобелину, героиню Греции, портрет которой с саблей при бедре можно еще видеть на шторах у некоторых обывателей Забубеньева. Вероятно, там только и сохранились еще эти прекрасные шторы с изображениями исторических событий и персонажей. В других местах расписные шторы заменены нисколько непоучительными кусками белого калинкора и полотна. Одним костюм прекрасной женщины, разливавшей чай, не гармонировал с костюмом ее собеседника, а именно обувью. Козловые башмаки Бобелины с запахом, нисколько не напоминающим аромат роз или амбру, никак не могли быть сравниваемы с роскошными спальными сапогами Максима Петровича, сшитыми из самого лучшего софьяна. Читатель, вероятно, ошибается уже насчет положения в обществе, означенной особой женского пола, занимавшейся разливанием чая, считает ее, конечно, или законной супругой, или девствующей сестрой, ну, или же вдовствующей кузиной Максима Петровича. Татьяна Васильевна, такое имя носила эта особа, была не больше, не меньше, как экономка и домоправительница у господина Желнобобова. Хотя два злоречивых и неблагонамеренных языка, только два замешалось их в добродетельное общество Забубеньева, и поговаривали, что Татьяна Васильевна находится у Максима Петровича на правах более обширных, но клевета эта оставалась без всякого оправдания и внимания со стороны остальных жителей города. Жители эти были убеждены только в том, что подобное мнение может быть приложено разве к безнравственному штаб-лекарю Шелопаеву, ибо он сам открыто сознавался, что держит у себя, по его собственному выражению, незаконную старушку. Господин Желнобобов стоял в мнении Забубеньева выше всякого подозрения, ибо всем знаема была неукоснительная нравственность и уважение к религии Максима Петровича. Сыновитый хозяин Татьяны Васильевны пришел, правда, в более тесное отношение к экономке своей с тех пор, как скончалась голубка его Агафья Андриановна. Но это иначе и быть не могло. Сделавшись вдовцом, должен же он был верить кому-нибудь бразды домашнего правления, а верив, должен же был и наблюдать за этим кем-нибудь. Когда Адам Адам Адамович вошел в комнату, в ней царствовало полное молчание, нарушаемое только изредка свистом самовара и легким сапом носа господина Желнобобова. Адам Адам Адамович вошел тихохонько. Сапоги его на тонкой подошве и без каблуков не простукнули. Он приблизился к столу почтительно и поклонился учтиво одним почерком головы и Максиму Петровичу и Татьяне Васильевне, сидевшим на разных сторонах чайного стола. «Добрый день», проговорил он, описывая снова головой эллиптическую линию от Максима Петровича к Дома правительности. «Здравствуйте», сказала громко и отрывистая экономка. «Что это вы долго? Чай-то уж простыл». Адам 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 подвинулся к столу, молча и почтительно глядя на господина Желнобова, который тянул чай из огромного стакана, более похожего на купель, чем на стакан, и не обращал внимания ни на что происходящее окрест. «А-а-а-а!» сказал он, наконец, выпячивая нижнюю губу, когда Адам 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 Ач стукнул стаканом. «А ну, здорово!» «Злава Богу!» проговорил Адам 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 Ач принимаясь мешать ложечкой в стакане. «Нечего уж мешать-то!» сказала Татьяна Васильевна. «Давно уже разошелся сахар. Я вам первый стакан — А ну, садись, Адамыч, — сказал хозяин дома, указывая нижней губой на ближайший стул. — А ну, садись, садись, гость будешь. Адам Адамыч снова поблагодарил и присел на стул. Присел он уютно и скромненько на краешек, а не развалился на спинку и не закинул головы зарихватски назад, как делают нынче некоторые юноши, нетвердые в правилах благопристойности и уважении к старшим. — А ну что, киндеры, не было у них? — спросил господин Жолнобобов. Адам Адамыч поспешил поставить стакан свой на стул и произнести, вставая со стула, — Вы прикажете идти за них? — Нету, не надо, — отвечал господин Жолнобобов. — Слышь, никак идут. А ну, как по-немецкому-то будет идут? — Зи коммен, — сказал Адам Адамыч. — Зи коммен, зи коммен. А ну, ладно, вот, — сказал Максим Петрович, обращаясь к бабелине. — Еще словцо бы учил немецкое. Зи, зи. Как бишь, Адамыч? Коммен. Ну да, 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 да. Зи коммен. — Да садись же, Адамыч, садись, что ты, расти, что ли, хочешь? Адам Адамыч снова занял самый крохотный уголок стула. — А я это слово давно знаю, — сказала Бабелина, гораздо более приветнее прежнего. — Зи коммен — это значит идут, а коммен зи значит подите сюда. — Вот тебе на, — произнес Максим Петрович, подъезжая губой к самому носу. — А как это вы знаете? — А мне Петенко сказали, — отвечала экономка. — А-а-а! Максим Петрович хотел, кажется, сказать еще что-то, но по лестнице в коридоре страшно затопали ноги, и в чайную вошли четыре отрока в клетчатых холстинковых рубашках с кожаными поясами, обстриженные по-русски. Чада Максима Петровича. Они шли лесенкой один за другим по старшинству лет и направились все к виновнику своего бытия. Старшему было не более тринадцати лет, остальные были погодки. Облобызав поочередно руку родителя, они расшаркались перед Адамом Адамычем и Татьяной Васильевной. Трое старших вслед за тем уселись на стульях, но младший, по-видимому, обладавший большей бойкостью, подошел к Адаму Адамычу и сказал ему, — Адам Адамыч, я учиться сегодня не буду. Сегодня мое рождение. — Сгут, сгут! — торопливо произнес Адам Адамыч. — Задись и пей чай! — Ах, боже мой! — воскликнула Бобелина, приподымаясь на стуле. — Максим Петрович, мы и забыли совсем. Ведь точно, Ганюшкина рождение сегодня. — А-а-а! — сказал Максим Петрович, обращаясь к новорожденному. — А ну, поди сюда! Ганюшка подошел к родителю, и родитель вонзил свою нижнюю губу в его пухлую щеку. — А ну, поздравляю! А ну, сколько тебе теперь лет, карась, а? Ну, сколько, а? — Девять! — бойко отвечал Ганюшка. — Девять! 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 Так-так! А учишься плохо, а? Ведь плохо учиться, Адамыч! — Способности большие, — сказал Адам Адамыч, уклоняясь от прямого ответа, дабы не оскорбить Ганюшку в такой высокоторжественный для него день. — А ну, освободить его от учения сегодня! Освободить! По случаю рождения освободить! Да! — Очень хорошо! — промолвил Адам Адамыч. — А ну, садись! Пей чай! — Задись! Задись! — подтвердил наставник, подставляя Ганюшке стул. Братья его давно уже убирали за обе щеки огромные куски булки, и Ганюшка не замедлил пристать к ней. — А Петенька встали, Васенька? — спросила Бобелина, обращаясь к старшему из бывших на лицо потомков господина Желнобобова. — Да, да! — сказал Максим Петрович, вправляя в рот нижней губой кусок калача. — А ну, где же он? Где? — Я здесь, папенька! — сказал Петенька, входя в комнату. То был цветущий восемнадцатилетний юноша, довольно высокого роста, с длинными белокурыми волосами и нежным, довольно красивым лицом. На нем был синий сюртучок и пестрый галстук с большим откладным воротничком. Во всей его фигуре была заметна щеголеватость. Он тоже подошел к ручке родителя и подал руку Адаму Адамовичу, который спросил его, как он почивал, на что Петенька отвечал ему по-немецки, что очень хорошо. — Вот ваш стаканчик, Петр Максимович! — сказала Бобелина, подавая на литой стакан вошедшему юноше. — Благодарю! — сказал, кланяясь Петенька, и сел около домоправительницы. — Сладко ли, Петр Максимович? — спросила дева. — Сладко, очень сладко, — отвечал юноша, пробуя чай ложечкой. — Не хотите ли сухариков, Петр Максимович? — продолжала спрашивать Бобелина. — А ну, а ну! — воскрикнул друг Максим Петрович, качая головой. — Ему сухариков, а? А нам нет? — Да ведь никто не любит, кроме Петра Максимовича, — произнесла домоправительница, отправляясь за сухарями к шкафу. — А ну, ладно, дать ему сухарей. — Мерси, — отвечал юноша Бобелиня, которая с нежной улыбкой подала ему корзинку с сухарями. — И мне сухарей дайте, — завопил Ганюшка. — Мое сегодня рождение! — Вмешался Адам Адамович, отстраняя руки Ганюшки от корзинки с сухарями. — Не должно прозить. — А ну, дать ему сухарь. — Ради рождения, — сказал Максим Петрович. — А от учения отстранить. Бобелина сердито взяла в корзинке кривой и сожженный сухарь и сунула его в руки Ганюшки. — А ну, пойти? — Пойти приодеться, — сказал, вставая с креселу Максим Петрович. — Пойти погулять. Погода-то нынче славная. Когда Максим Петрович удалился, Бобелина сказала, собирая чашки. — Ну что, все накушались? — Бзе, — отвечал Адам Адамович. — Время есть учиться. — Да уж восьмой в исходе, — заметила домоправительница. — Ну, иди, — сказал наставник, обращаясь к детям. — Базиль, Йоганн, Михель, нун гейт, хальтет алис парад. Я приду сейчас. Адам Адамович удалился вместе с тремя отроками. В коридоре послал он их наверх, а сам направил стопы свою горинку через Лакейскую, где Алешка усердно чистил ножи, а Макарыч все еще продолжал корить и усобищивать казачка. Взойдя наверх, Адам Адамович кликнул из-под кровати пальму, которая уже при звоне ключа в замке высунула из своего убежища выленившую голову. Он вынул из кармана кусок калача, положил его на пол и несколько раз произнес «Ein jude hat dran gebissen! Ein jude!» Собака, виляя хвостом, взирала на лакомый кусочек и не трогалась с места. Но когда Адам Адамович произнес магические слова «Ein Mädchen!», пальма быстро схватила калач и отправилась с ним в свой обычный приют. Вслед за тем Адам Адамович принялся за коробочку с нюхательным табаком, которого снова истребил достаточное количество на приведение в изящную чистоту своих зубов. Эту операцию герой мой привык производить после каждого куска хлеба или чего бы то ни было съестного, побывавшего у него во рту. Между тем, как почтенный немец занимался такой внимательной заботой о пальме и своей особе, гонюшка долго не хотел выходить из чайной, откуда выпроваживала его бобелина, то тихими и молящими, то строгими и грозящими словами. Наконец, только обещанием принести ему наверх пряник убедила домоправительница непокорного отрока оставить чайный стол. Петенька продолжал еще пить чай, и бобелина беспрестанно путчевала его то сухариками, то с сахаром, спрашивая, сладок ли его чай. — Не угодно ли вам пеночку, — Петр Максимович спросила она, одной рукой подставляя петеньки сливочник, а другой поправляя кружевной воротничок, глядевший из большого отверстия ее блузы у самой дужки. — Нет, благодарю, — отвечал прекрасный юноша, — я уже допиваю. — Скажите, пожалуйста, Петр Максимович, — продолжала нежная дева, — отчего вы такие невеселые сегодня? — Немало. — С чего это вы взяли? — сказал Петенька, глядя в лицо бобелине. Узоры домоправительницы подернулись маслянистой влагой, и приятная улыбка легонькой лести покосила немного правый угол ее рта. — Впрочем, это к вам очень идет, Петр Максимович. Вы сегодня такие интересные. — Будто, — проговорил юноша, приятно улыбаясь. — Ах, да! Я хотел спросить вас, Петр Максимович, — продолжала бобелина нежным и вкратчивым тоном, — какое пирожное вы желаете сегодня? — Мне решительно все равно. Я думала приказать сделать суфлей. — Я знаю, что вы любите суфлей, а только не зная, из чего лучше. — Из чего хотите? — отвечал Петенька, торопливо допивая свой стакан чаю. — Я велю из шоколаду сделать, — Петр Максимович, — приставала домоправительница. — Ну, из шоколаду так из шоколаду. Пора мне однако ж, Адам Адамович, я думаю, ждет. — Ну, что за важность такая? Погодите немножечко, Петр Максимович, доставьте мне это удовольствие. — Нет, надо идти. Неловко. — И чему вам учиться у Адама Адамовича, Петр Максимович? Вы сами гораздо больше его знаете. Лицо юноши озарилось усмешкой гордости и самодовольства. — Это, конечно, отчасти правда. Да папаша так хочет. Пусть уж будет по его. Максим Петрович, право, странные такие. Ну, что знает этот немец? И по-своему-то, кажется, гораздо хуже вас. — Ну, не хуже положим, — сказал юноша, вставая. Пора, впрочем, мне пора. — Ах, позвольте, — сказала вдруг, воспрянув со стула Бобелина, когда Петенька встал. — Что это у вас на головке? — Где? — спросил Петенька, шаря у себя на лбу. — Нет, не тут-с. А вы не космайте волоски, Петр Максимович. Позвольте, я сниму. Это пух, кажется. — Ну, снимите, — сказал юноша, наклоняя немного голову. Бобелина подошла к нему почти вплоть и подняла обе руки на его голову. Хотя пушинка была самая микроскопическая, но, тем не менее, нежная дева одной рукой пригладила ряд, пронятый в голосах юноши, а другой стала бережно и медленно снимать пушинку, чтобы не сдвинуться место ни единого волоска. Во время этой операции крутая и горделивая грудь воинственной Бобелины коснулась жилета юноши. Руки Петеньки вдруг обхватили мягкий стан девы и прижали ее к груди. Бобелина слабо вскрикнула, освобождаясь от этих тесных объятий. — Ах, какие вы шутники, Петр Максимович! Как это можно? Поутру? — произнесла она с жеманной улыбкой. — Что это вы? Неравно папеньков зайдут. В ближайшей комнате раздался скрип сапог. — Вот он и легок на помине, — сказал Петенька, удаляясь из чайной. — А, ну-ну! — воскликнул господин Жолнобобов, просовывая в дверь свою голову, облеченную уже в парик с приятным хохолком. — А ну, берите сено принять, Татьяна Васильевна! Привезли там два воза! — Сейчас! — грубо произнесла Бобелина, с досадой двигая чашки и оглушительно звеня чайными ложками. Когда Петенька взбежал наверх и вошел в классную комнату, которая была в месте и спальне четырех младших детей, наставник юношества только что садился на свое наставническое место на одном конце длинного белого стола, исчерченного разными фигурами посредством перочинных ножичков, карандашей и перьев. — Give me my arm here! — сказал он, обращаясь к Васеньке, сидевшему на противоположной стороне стола. По приказанию Адама Адамыча Васенька выдвинул ящик стола и вынул оттуда два бережно сложенных серых калинкоровых рукава, которые Адам Адамыч незамедленно тянуть на свои руки с целью предохранить свой табачный сюртучок от всяких посторонних пятен. Вслед за этим последовал процесс учения, который Адам Адамыч выполнял всегда с любовью и тщательностью человека, преданного душою своему предмету. Время, кажется, теперь сказать читателю, чему и как учил Адам Адамыч детей чадолюбивого отца Жолнобобова. Главным предметом преподавания был, разумеется, немецкий язык — мутершпахе Адама Адамыча. Второстепенными предметами — каллиграфия, которую Адам Адамыч возделывал с искренней любовью, и география, обогащенная немалым количеством замечаний самого преподавателя, замечаний, почерпнутых им из многолетнего опыта и странствований по многим городам, как русским, так и иным. Первым делом Адама Адамыча было отобрать от всех питомцев тетрадки с немецкими словами, положить их в кучку под один из своих калинкоровых локтей и начать спрашивать учеников сначала по порядку, потом в разбивку, но все-таки соблюдая очередь. В учении детьми наизусть в Окабу Адам Адамыч следовал самому строгому систематическому порядку, а именно, сначала заучивали питомцы его названия «добродетели» и «пороков», и вообще отвлеченные понятия по предметам религии и философии. Потом ученик от понятий «высших» переходил к природе, заучивал названия «зверей», «птиц», «рыб» и «трав». Наконец, входил он в быт человека, как известно, разумнейшего из животных, знакомился с номенклатурой его домашних и общественных нужд, потом переходил к самому организму человека, узнавал имена составных его частей и самые болезни и немощи бренного человеческого тела. В тот день, который мы принялись изображать, ученики Адама Адамыча дошли уже до этого важного отдела. Впереди, впрочем, оставалось им еще много прекрасных слов по части физики и по другим не менее значительным отраслям знания. Петенька давно уже не учил в Окабу, а занимался более переводами, и потому сел к особому маленькому столику, развернул томик Карамзина и принялся передавать немецким языком одно из писем русского путешественника. Трое остальных питомцев Адама Адамыча сидели смирно и скромно, опустив руки под стол, и только гонюшка в ознаменовании высокоторжественного дня своего рождения и вожделенного вступления в десятый год своего возраста поместился на одной из четырех кроватей, находившейся в комнате для помещения четырех детенышей господина Желнобобова, кроме Петеньки. «Ну, Базиль!» — воскликнул Адам Адамыч, обращаясь к Васеньке. «Жельтуха гельбзухт!» — произнес Васенька с полным достоинством, каким облекает человека знание. «Сгут!» — сказал Адам Адамыч, тщательно скрывая книгу от глаз Ванечки, который косвенно запускал в нее свои любознательные взоры. «Михель! Чесотка!» — Мишенька почесал у себя в голове и заблагорассудил выразительно помолчать. Адам Адамыч придвинул к себе лоскуток бумаги, обмакнул чернила перо и выставил на этом лоскутке «Михель». Потом против этого имени протянул небольшую черту. Я бы, разумеется, не стал утруждать читателей всеми этими подробностями, если б не имел благого намерения познакомить педагогов с образом преподавания моего героя. Адам Адамыч отмечал таким образом черточками каждое слово, которое не знал кто-либо из его питомцев. Так доставлялась ему возможность судить наглядно, так сказать, математически, о степени знания ученика. Само собой разумеется, что ни одна отметка не пропадала даром для мудрого наставника. «Ну, ты не знаешь. Ванечка. Ви дойч. Чесотка». Хотя Ванечка подсмотрел не одно уже слово в тетрадке, пока Адам Адамыч записывал ошибку у Мишеньки, но, тем не менее, Наскор никак не мог найти своим пытливым оком необходимое в эту минуту слово, поэтому Ванечка промолчал. Зато Гонюшка, хранивший до толи глубокое безмолвие, вытащил потихоньку из-под подушки свою тетрадку в Акабул, отыскал данное слово, тетрадку опять спрятал, а сам искрикнул «Я знаю, Адам Адамыч! Кэцэ!». Адам Адамыч, не подозревавший до тех пор присутствия наборожденного отрока, обратил драгоценное внимание свою на Гонюшку, но был очень неприятно поражен неблагочинную позою, в которой лежал Гонюшка на кровати. «Зо, — сказал он с видом неудовольствия, — Абе не должно так лежать во время урок, Габриэль!» Гонюшке лежал по-прежнему. «Он посмотрел свою тетрадку!» — воскрикнули в три голоса остальные питомцы Адама Адамыча. «Он не знал, как чесотка отдам Адамыч!» «Зядь, — Габриэль!» — продолжал Адам Адамыч, не обращая внимания на извет Васеньки, Мишеньки и Ванечки. «Зядь!» — нехорошо лежать такой шпанише-бок!» Гонюшка встал, подошел к столу и спросил. «Вас издас, Адам Адамыч, шпанише-бок!» «Я не знаю, как в русском. Петенька!» — обратился он к юноше. «Вы не знаете, что обозначает шпанише-бок?» «Нет!» — проговорил Петенька, не оборачиваясь. «Искай в лексикон, Габриэль!» сказал Адам Адамыч, не забывая отметить на лоскутке бумаги промах Ванечки. Затем Адам Адамыч продолжал по-прежнему спрашивать своих учеников о названиях разных недугов, не менее приятных желтухи и чесотки. После спрашивания в Акабул наставник принялся за диктовку, также тщательно отметил все ошибки и подписал число их в тетрадке каждого. За диктовку исследовало произнесение стихов наизусть, что Адам Адамыч обозначал названием декламации или практического упражнения в произношении. Когда все это было окончено, Адам Адамыч развернул перед каждым из своих питомцев по листку им самим выписанных прописей, и дети принялись за каллиграфию. В это время Петенька подал ему свой перевод. Как нарочно попадись Петеньке под руку, то письмо Карамзина из Парижа, где говорится о поле рояле и о нимфах радости, заманивающих нежных и чувствительных путешественников в свои таинственные гроты. Переводя все только приблизительно, это место Петенька обделал с особой тщательностью и даже прибавил строк десять от себя. Когда Адам Адамыч прочел его, глубокая тоска о безнравственности юноши обуяла его любящую душу. Не следует перевод делает Карамзин, переводить другое зачинение. — Отчего же не следует? — грубо спросил Петенька. — Разве это легко? — Здесь есть места, не дужно, которые знает и молодой человек. — Что же я? Мальчик, по-вашему, что ли? — сказал Петенька с оскорбленным бидом. — Нет, но еще не совсем человек. — Ха-ха! Не совсем человек! Вы, кажется, знаете, что я на будущий год в университет еду. Так я думаю, могу читать и переводить все, что мне вздумается. Давно уже замечал Адам Адамыч в питомце своем пагубную склонность к вредоносному чтению. Ею отчасти потерял Петенька прежнее благоволение своего наставника, который считал и малейший намек на что-либо неподходящее растлением нравов. Он молча взглянул на Петеньку. На устах его была написана глубокая укоризна. Петенька же улыбался иронически. — Я бы заветовал вам, — сказал после некоторого молчания Адам Адамыч, — разговор о счастье переводите из Христоматии. — Сами не хотите ли? — спросил насмешивая Петенька. — Из Христоматии. — Да что, младенец я, что ли? Ведь и то, что вы предлагаете переводить, тоже карамзина. — Оставим этот разговор, — сказал наставник, дочитывая перевод Петеньки. — Да ведь смешно слушаться-то вас во всем, — сказал Петенька, принимая самый гордый вид. — Возьмем немецкую литературу. Что вам в ней нравится? — Кляурин какой-нибудь, который черт знает, на что годен. — Оставьте Кляурин суфриден и зайдитесь на место или уходить. Вы мешает мне урок давать. Петенька не унялся и продолжал. — Матисон, например, ну что в нем? — Останьте от меня, — проговорил, потупив очи Адама Адамыч. Дверь в это мгновение полуотворилась, и рука Бабелины поманила Петеньку. — Не хотите ли кофейку, Петр Максимыч? — спросила. — Девственная домоправительница. — Уже одиннадцать часов. — Сейчас, — сказал Петенька, делая знак Бабелини, чтобы она скрылась. Ганюшка в одну секунду вскочил с кровати, которую занял был основой, и бросился опрометью вниз. — Гебми, хер, дизигнадур, — проговорил Адам Адамыч, обращаясь к Ванечке. Адам Адамыч называл сигнатурой тетрадь, в которую ежедневно вписывались отчеты о занятиях детей. Против имени Ганюшки он отметил «Нихть гелернт», против Петеньки «Гут». Когда вписывал он это «Гут», самые горькие мысли шевелились в его душе. — Где же хорошо он учится? — думал Адам Адамыч. — Ему следовало бы отметить «Вольнодумствует», «Непокорствует». Но с Максимом Петровичем не сладишь, ничего ему не растолкуешь. Да и по-русски-то у меня выходит все не так, как вышло бы по-немецки. С сокрушенным сердцем ушел Адам Адамыч из классной, зашел к себе в комнату, взял фуражку и отправился из дому. По неисповедимым судьбам, большинство народонаселения городка Забубеньева состояло из детей. И потому Адам Адамыч не имел почти свободной минуты, давая многим из них уроки, на что благосклонно соглашался господин Желнобобов. На этот раз Адам Адамыч отправился к исправнику Юзгину, у которого было двое сыновей-младенцев и одна дщерь, носившая панталончики, хотя лиф ее платья почти каждый день надо было расставлять. То же рачение, та же метода, какие употреблялись в дело Адамом Адамычем при обучении детей господина Желнобобова, были пущены в ход и тут. Адам Адамыч с особой нежностью смотрел на исправничью Лизоньку, называл ее соловьем Нахтигаль и любовался, спрашивая вокабулы, белой, полной ее шейкой. Когда наставник окончил урок и отправился к своим пенатам, был уже первый час в половине. Господин Желнобобов обедал по-христиански, в час. И потому Адам Адамыч нашел стол накрытым, казачка в более опрятном виде, а Макарыча, который заправил уже свой желудок, не столь свирепым. Не успел выкурить и одной трубочки почтенный герой мой, как Алешка-казачок возвестил ему, что суп уже подан. В большой зале, которая служила и вместо столовой, растянут был довольно длинный стол. Максим Петрович сидел уже на одном краю, обвязав выю свою салфеткой, на другом краю бобелина стоя разливала суп. Адам Адамыч присел около хозяина, и следом за ним явились его питомцы. Адам Адамыч находил обед своего хозяина очень хорошим и питательным, когда не подавали к нему раков, к которым чувствовал он непреодолимую антипатию. Да и как в самом деле можно было не питать уважение к этому столу? Это не то, что какой-нибудь новомодный обед. Уж если подадут суп, так в нем чего хочешь, того и просишь. И говядина, и курица, и рис, и репа, и картофель, и морковь, и петрушка. Это не то, что какой-нибудь прозрачный бульон, в котором ничего не выловишь. Пирожки к супу обжарены в масле, и уже видно, что масло не жалеют. Так с них и течет. Про пирожное же и говорить нечего. Не такое пирожное, что только провизия на него выходит, а поесть нечего. Пирожное и сладкое, и питательное. Оладья, например, заварные или творожные, или с медом. Каша рисовая в форме, и с изюмом, и с корицей, и с гвоздикой. Розаны, точно живые. И один съешь, так сыт на весь день. Обед прошел тихо и безмолвно. Бобелина смотрела с нежностью на Петеньку, который сидел с нею рядом, и указывала ему на лучшие куски из каждого блюда. Максим Петрович ел усердно. Но, как скоро тарелка его опростовывалась, он начинал дремать, ибо приближался час вожделенного послеобеденного отдохновения. По временам только восклицал он, а, ну что же, что же, такие бестии, зайдут в кухню и заболтаются. А ну пошел, пошел, Алешка, гони их, мерзавцев, а ну пошел, гони. Мудрый наставник смотрел более в свою тарелку, и только изредка, когда гонюшка, мотая под столом ногами, задевал его пяткой по коленку, приговаривал с укоризной. «Зади спокойно, что делаешь за ногами?» Обед кончился. Суфлей торжественно заключил его, и все отправились по своим местам. Гонюшка в сад, побегать на свободе, прочие дети в классную, ждать русского учителя. Максим Петрович в свой кабинет на боковую. Бобелина ушла в гостиную. Один Петенька остался в зале, сел у отворенного окна и стал смотреть на пустую улицу. Лакей, прожевывая захваченные с тарелок куски, убрали со стола и отправились всхрапнуть, кто в лакейскую, кто в застольную. Дверь из гостиной скрипнула. Оттуда высунулась голова Бобелины. — Петр Максимович, комэнзи! — прошептала она с улыбкой на устах и с обволагой во взорах. Петенька усмехнулся, встал и прошел на цыпочках в гостиную. Между тем Адам Адамович почистил уже себе зубы нюхательным зельем, покормил из обломка горшка свою пальму, набил трубочку и сел с книгою на кроватку. И этот день, как многие дни Адама Адамовича, канул в вечность без особых замечательных происшествий. Когда солнце утратило свою жгучесть, и перед закатом его разлилась в воздухе приятная свежесть, Адам Адамович пошел погулять. Как истинный любитель природы, он направил стопы свои в большой сад, полный прохлады и тени. И там, сидя под развесистой тополью, отдался весь своим мечтам и воспоминаниям. В овраге, оканчивавшем собою сад и заключавшем в себе целое озеро воды, весело покрикивали лягушки. Мошки сновали около лица Адама Адамовича. Песня какой-то птицы ярко звенела в ветках густых деревьев. Тень, длиннее и свежее, ложилась по аллее. А мысли Адама Адамовича летали далеко, А воспоминания тесным и шумным роем бились в его спокойное сердце. Читано по изданию. Сочинение Михаила Илларионовича Михайлова. В трех томах. Приложение к журналу «Пробуждение». Том 1. Петроград. Товарищество художественной печати. 1915 год. Приложение к журналу «Пробуждение». Приложение к журналу «Пробудение».